всем привет и слава украине сегодня у нас понедельник а значит все будет украина хорошо знакомым и любимым вами романом цимбалюхом приветствую очень радостно здравствуйте дела сократилась до украины гау мардос недели за недельной продолжается война и недели за ним в принципе к войне конечно же говорят что можно привыкнуть хотя вот я лично жил в стране где идут активные боевые действия всего пять дней внутри что называется жил не посещал там на один день там или что-нибудь такое и не наблюдал пропускать через себя из другого места именно жил ну за пять дней наверное к войне привыкнуть невозможно поэтому для меня это чувство незнакомое тем не менее человеку говорят такое чувство которое ко всему привыкать можно ли привыкнуть к войне ну если ты не в бахмуте а в киеве то конечно почему бы нет или во львове или в других городах где сейчас не ведутся боевые действия и куда не прилетают ракета если прилетают не так часто психика человека она такая адаптивная и вообще вот этот вопрос вы которые поставили у нас же постоянно дискуссия ведется можно ли ходить в киеве в рестораны в то время когда фигачивает артиллерии там нон-стоп по городам на востоке украины я думаю что одно другого не исключает потому что жизнь она она такова и никуда ты от этого не денешься просто не надо забываться что происходит надо платить налоги и помогать вооруженным силам украины и все наверное но рутина даже такая военная она абсолютно возможно и и люди привыкают и к войне и к смерти и к тревоге постоянной ничего с этим не сделаешь но такие адаптивные мы слишком это это американцы говорят в таких ситуациях flexible да сегодня была тревога тоже шахеты подбивали в киевской области ни один шахет не пролетел что в общем-то радует что очень-то говорит о том что не только к войне человек привыкает но и профессионалы лучше и лучше делают свою работу хотя это не гарантия того что ни один шахет больше не упадет ноги тем не менее мы видим что качество качество защиты она растет и это я даже не слышал еще этой новости что что-то тут летала но вопрос в чем что в военном деле как и в любом деле нужно стремиться к опции такой технологии технологичной работы потому что вот у нас же так любят героев посмертно награждать так вот герои посмертно они как раз и возникают в ситуации когда технология не работает вот у нас знаете была история она жуткая как и очень много других жутких историй во время войны когда на российские оккупанты обнародовали видео как они расстреливают парня со словами слова украины и у нас тут тоже началась такая дискуссия на тему вот как он герой что этот герой ему конечно понятно что такие вещи они награждаются медалями и орденами и он папа парня была фамилия мацеевский но в чем нюанс народ как бы сфокусировался на том что он сказал перед расстрелом а мне бы очень хотелось поставить вопрос а как так получилось что он попал в плен кто-то же за это несет ответственность у него есть командир то есть я не говорю что надо командира там разжаловать или выгнать из армии всякое может быть хочу чтобы чтобы я не хочу чтобы были такие геройские поступки они не нужны этой стране этот парень он был очевидно прекрасным солдатом но его теперь нет потому что где-то кто-то накосячил а вот это вот технологичность войны она выносится за скобки за красивыми словами его там у нас тут но украина же такая чем дальше от линии фронта тем ближе к победе и нас тут одна дама всех впечатлила тем что если умирать то со словами слова украине то есть такой знаете совет как правильно умереть на войне вот мне что-то этот совет не нравится не я хочу слышать советы и внедрение этих советов в жизнь как выжить на войне из-за этого в страну не надо умирать за эту страну надо убивать ну так опять же возвращаемся к технологичности процесса да это разница между генералом паттоном и маршалом жуков маршал жуков считал что чем больше народа он положит тем лучше а генерал паттон говорил своим солдатам мне не нужно чтобы вы геройские умерли мне нужно чтобы вы уничтожили этих тварей ну вот все тут понятно в какой команде идеологической мы играем по моему тут абсолютно все ясно и знаете ведь воюет две стороны и воюет две стороны да украина воюет да украине война но ведь война и в россии она физически сейчас не на территории россии хотя периодически прилетает но тем не менее мы просто еще не отработали до конца технологию но 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 все ложится все ближе и ближе красной площади там наши беспилотники я предполагаю что они все-таки наши не дает славу понимаете у нас сейчас супер соревнования надо до 9 мая разработать технологии опробировать их которые будут предполагать 9 мая в 10 часов по москве атаки по красной площади это очень выгодное предложение хочу кстати грузинской аудитории сказать что 20 миллионов гривен обещаны тот кто разбомбит ну или посадит беспилотник на красной площади 9 мая там нет ограничений по гражданству то есть если это будет сделано иностранцами то убежден что честные честный наш банкир скажет ну сказал сделал давайте пожелаем удачи тем соискателям 20 миллионов гривен да 20 миллионов гривен это всемирная слава это известность это это то что нельзя купить ни за какие деньги это в какой-то момент ты будешь известен больше чем цукерберг чем илон маск и вести взятые так что это тоже мотивация это плюс 500 тысяч долларов так но по по современному курсу как это это просто приятное дополнение по сравнению с тем что человек говорит так что дерзайте ребята я к сожалению не технарь говорила мне мама учи в школе математика вот учил бы себе я был лучше бы в школе я и так закончил математический класс но увлекался бы я исключительно математикой может быть у меня бы получилось но сейчас без вариантов я и не буду пытаться даже не буду пробовать но но если люди достигнут успеха мы мы очень порадуемся за них и мы очень порадуемся вместе с ними мы будем считать что в этой победе есть маленький даже не геребничек такой мазок этим штукатуркой в это здание победы наш ну что ж и все таки они тоже воюющая страна и как я понимаю прекрасно что там воспринимается война по другому но есть люди граждане россии которые а против войны и вот среди вот этих граждан россии которые против войны по разному против войны есть люди действия есть люди которые считают что раз мы против войны значит мы должны воевать вот те кто воевать на стороне украины воевать за ту россию которую они хотели бы видите которую они хотели бы троиц уже без этой я не люблю ругаться но в общем то без банды вот этих тварей которые сейчас засели во всех органах власти россии давайте прямо скажем ну вот я действительно рад и горд тем что один из известных таких людей это мой близкий друг денис соколов который мы с вами говорили несколько месяцев назад в общем-то абсолютно безнадежное дело он затеял когда призвал тех граждан россии которые хотят воевать за россию воевать на стороне украины вот сегодня уже до гражданский совет один из лидеров который является денис соколов приходят люди и факт то что ну ребята воюют даже несколько громких операций было с ними кстати гур признал в ссо сказал мы не знаем а гур сказал да да это наши в грянской области я имею ввиду но интересный парадокс получается в основном воюют за с российской стороны за украину или крайне правые русские сам здесь не крайне правые или же мусульмане граждане россии не задумывались почему так там видите это все история сложнее вопрос в том что кто с чего хочет в жизни например российские либералы в своей массе они чем они недовольны они недовольны тем что не они сажают а их сажают они хотели бы чтобы было было как мы здесь власть и они вершили судьбы людей и вот это вот часть как которую частенько раньше называли хорошие русские у них же такая позиция ну мы против своей страны нет нет донатить на армию украины или пыли помогать украине тоже нет люди о которых вы сказали ну мне кажется во первых это порядочные люди во вторых это люди действия и тут я не готов если честно их как-то сепарировать в части там их политических взглядов или веры потому что не не это является определяющим кстати если мы говорим о правом в этом векторе на российском там же есть те которые так называемые имперсы которые воюют против украины и для них убить человеку по факту его гражданство это милое дело потому что как они говорят украинцы это испорченные русские так далее тоже пожалуйста по сути фашисты там это какие-то мельников или забыл какие-то мадакай санкт-петербурга зовут ну чисто нации ну пожалуйста герой российских телеканалов он интервью раздает там все его всем нравится тоже вот правый поэтому но вообще правый левый это достаточно русские националисты скажу так причем националисты в прямом смысле и националисты это те которые совсем не имперцы националист не может быть имперцем по идее ну послушайте логика в этом на самом-то деле есть вот то что происходит с российским государством за этот год и несколько месяцев войны что изменилось положение русских вот именно как национальности не россиян как граждан российской федерации именно русских это все опция все сужается сужается их массово отправляют на убой вот в конце прошлой недели дмитрий медведев даже проводил совещание о контрактной службе в центральном федеральном округе это как раз та часть россии где живут этнические русские в основном ну понятно что границ таких нету но по факту большинство все равно русские и вот их вот нам на бойню на бойню на бойню ради чего ради того чтобы потом заместить население например в мариуполе то есть я ничего не имею против ребят которые приехали работать из таджикистана и других стран или узбекистана в россию а потом их отправили в мариуполь украинский я не имею ничего против их гражданства национальности религии мне ну просто вопрос в чем что ну попахивает это таким путинским идиотизмом все что делает он то есть они местное население которое состояло из русскоязычных людей которые но объективно к не российской а русской культуре были значительно ближе их убили и привезли других ну что такое то есть человек с российским паспортом который хотя бы ну здраво смотрит на ситуацию и вот уже размышляет там вот этими там знаете как местом конкретного взятого народа в мире любой из них прекрасно понимает если ты исповедуешь концепт один народ или близкий народ то этих людей нельзя убивать и замещать их соответственно представителями других народов ну то есть я не люблю этот такой спор потому что она знаете получается какой народ лучше или какой хуже это не об этом но факт остается фактом что жили в мариуполе русскоязычные русскоязычных стало в два раза меньше и появились другие языки вследствие защиты русских или русскоязычных языка то есть по моему это какая-то шиза и то есть я просто хочу подчеркнуть что вот я вот помню когда-то с вами азербайджан и армению обсуждали и я там ну говорил о том что мы сегодня тоже обсудим да но смысл в том что там вот был такой комментарий который меня впечатлил что чувствуется там какая-то какое-то там недоверие или нелюбовь к мусульманам да я вообще на это не смотрю через это через эту призму религии или или национальности но для этого чтобы вот эту дискуссию как-то ввести в цивилизованное русло люди придумали государственные границы ну в части войны на кавказе конечно это там есть нюансы вот но как нет там нюансов заходишь нас на карту он и там понятно и там видно где заканчивается азербайджан начинается армения и кстати ну все очень понятно то есть возвращаемся к этим людям действия которые кто воюет нанас яна решили давайте смотреть на эту ситуацию не через националисты и мусульмане, а через другую призму. Через призму здравого смысла и определиться, где свет, а где темнота. Вот за что воюет Украина? За ценности, которые близки всем. И мусульманам, и христианам, и русскоязычным, украиноязычным, да всем. То есть это свободная страна для всех. А что предлагает российский рейх? Ну, ГУЛАГ. Вот и все. И поэтому, вот если смотреть на это так, никаких противоречий быть не может. Потому что, получается, русские националисты и мусульмане, вроде как, между ними есть какое-то противоречие. Потому что там же есть вот этот тезис «Россия для русских, Москва для москвичей». Это же кто? Это националисты когда-то скандировали? Националисты имперцы или еще что-то? Но если посмотреть на ценностный ряд вот через универсальные вот вещи – свобода, свобода слова, свобода предпринимательства, справедливость, суд, честный суд для всех. вот у нас по закону должно быть так, чтобы судебные органы, они не смотрели на вот эти вот маркеры, о которых мы сказали. Значит, есть закон, он должен был выполняться. Вот за это идет война. Ну, поэтому я думаю, что мы на этом должны сосредоточиться, они… Да, на этом, конечно же, необходимо сосредоточиться, но вместе с тем… Я, кстати, неправильно применил термин, и я извиняюсь за это по поводу крайне правых, потому что это очень широкую, скажем так, палитру. Давайте ограничимся тем, что русские националисты и российские мусульмане. Что касается русских националистов, с ними как раз-таки мотивация их понятна. Они хотят видеть Россию как национальное государство, не империю, а именно национальное государство, которое, да, конечно же, будет государством русского народа. Это нормально. Ровно так же, как и Украина, государство украинцев, Грузия, государство… Политическая нация русских. Но политическая нация русские не должна создаваться в Татарстане или в Дагестане. Политическая нация русские должна создаваться в… Вот опять-таки, вот империя, привет. Должна создаваться в русских регионах России. И это важно. Я еще раз говорю, речь не об этничности. Речь не о том, что у кого какой процент какой крови. Сейчас российская пропаганда, понимая вот эту вещь, они начали использовать слово… Провели замену двух слов в пропаганде. Слово «россияни» не употребляется, а вместо него используется слово «русские». Украинцы знают, как правильно убивать русских. Это цитата Оли Скобеевой. Не россиян, и тут я добавляю, которые пришли в Украину с оружием в руках, а именно давят на этническую составляющую. То есть замена вот этих вот слов, оно происходит исключительно по указке Кремля. Это, потому что это основа империи. А что касается российских мусульман, то тут вообще все ясно, потому что российские мусульмане, являясь пассиональной частью общества, воюя за Украину, участвуют в национально-освободительной борьбе своих народов. Просто национально-освободительной борьбе своих народов. И, кстати, с Русланом Айсиным на прошлой неделе обсуждали манифест готовиться, манифест Союза за освобождение народов. Союз освобождения был, потом они немножко переделали, но Союз освобождения мне очень нравился название. То есть Союз освобождения народов России. Там не только Бусульмане, там и крестьянские народы России, и люди, которые тегрианство исповедуют, но основная масса, наиболее пассиональная, конечно же, мусульмане. Поэтому батальон Шейха Мансура воюет в Украине уже много-много лет. Хорошо знакомый батальон Жухара Дудаева. И это хорошо знакомое боеспособное соединение. Кстати, с нашими ребятами из грузинского батальона, очень многие знают друг друга и дружат. Там поэты из грузинского легиона. Так что тут, я думаю, тут же речь о политической составляющей этого всего. Эти люди потом будут костяком, в общем-то, своих национальных государств и не дадут перехватить политическую повестку. Я в этом абсолютно уверен. Проходимся. Я надеюсь на это. Таким образом, Украина формирует смыслы. А тем временем в России идет эстетика настоящего фашизма. Победительным шагом идет эстетика настоящего фашизма. Беспримесного имперского фашизма. Вы отреагировали у себя на песню шамана. Чем она вас так задела, в общем-то? Вы знаете, во-первых, этот же парень, он сейчас самый высокопоставленный певец вот этого фашистского российского режима. Меня просто удивляет, как, допустим, в Дагестане или в Татарстане детей заставляют петь «Я русский». Вот это его фашистская песня «Я иду до конца», «Я русский всему миру назло». Ну, чисто вот это воспевание вот этого убер-меншенства в самом таком отвратительном виде. Просто он же свой этот новый клип снял в очень интересном антураже. Я думаю, что вот если взять, допустим, страны, которые не вовлечены в эту войну, допустим, страны Латинской Америки, и просто взять фотографии ребят из Гитлера Югента, костюм шамана с этой повязкой, и задать вопрос, кто взять, например, парней в вышиванках, еще каких-то там других, и сделать такой тест. Укажите, кто здесь больше похож на нациста. И Шаван 100% здесь победит. А если человек похож на нациста, с большой вероятностью он и есть нацистом, как и все российское государство. И не просто так они когда-то в главный храм Министерства обороны, храм мы берем в кавычки, принесли фуражку Гитлера. Это все вот как раз вот эта эстетика, нацистское государство, везде враги, все нам должны, все территории наши. Вот я возьмешь главных певцов кровавого режима, там Соловьев говорит на, якобы он думает на немецком, ну такой типа у него этот, уже общается с Путиным на, это не хог дойч, а вот именно такой, с нацистскими нарративами. Это вот он к Путину обращается, и далее они перечисляют страны, на кого надо напасть. Ну, значит, как они говорят, Прибалтика, то есть страны Балтии это следующие. Далее это Германия, нужно вернуться к ГДР. Потом возьмешь какого-нибудь другого, там типа Вассермана. Тому Сербию нужно срочно как-то освободить. Привет венграм, потому что дороги в Сербию ведут через Венгрию. Ну, так, география. Далее смотришь там всякие там, знаете, так называемые военкоры. Они говорят, о, так нам надо разобраться с Арменией. Что-то за государство такое Армения. Зачем оно надо? А, армяне, кстати, должны заплатить за свой выбор. За Пашиняна должны заплатить. Должны покаяться. Лечить вас будут примерно так же, как и нас, товарищи армяне. Или по-новое. Ну, и Казахстан тоже. То есть, понимаете, тут с одной стороны мы видим мальчика, которого продвигает Кремль, ну, чистый нацист и по виду, и по сути. А все остальные говорят, что вот мы будем проводить различные там освободительные войны, потому что Россия вымирает, и нужно новое население, которое они бросят в топку новых войн. Ну, идиотизм со всех сторон. Идиотизм, ну, и я когда-то слышу, мне, например, жутко и страшно. Потому что они хотят убивать, понимаете, они хотят казахов убивать, они хотят армян убивать, они хотят убивать украинцев и убивают немцев. Они хотят убивать себя, пятую колонну. Ну, то есть, абсолютно такое общество, где правящий класс под руководством Владимира Путина, они, ну, просто слетели с катушек, и это, объективно, вызов для европейского континента так точно. Ну, с большой вероятностью и шире, что Казахстан, насколько мне известно, все-таки не в Европе, но географически. Да. Казахстан не в Европе, хотя Казахстан член ОБСЕ, кстати. Организация по безопасности и за дружество в Европе, то есть и сборная Казахстана в УЕФА. Да, у меня в этой истории, то есть, это же не географический дискурс, и меня поражает следующее. Ну, хорошо, вот смотрите, вот мы там, мы укра-бандеровцы. Я, в принципе, считаю, что нас надо называть, и после победы Украины в Конституции России будет так и написано, потомки великих укров. Видишь, потомка великих укров, если ты исповедуешь нацистскую идеологию, перейди лучше на другую сторону и опусти глаза. Ну, может быть, с глазами это перебор, да, согласен. Но смысл в чем? Вы сейчас поймете мою иронию. Мы страна, которая декларирует вступление в НАТО, в Европейский Союз, то есть, идем против скреп. Ну, возьми Казахстан или Армению, членов ДКБ. Союзники. Ближайшие союзники. А они хотят их убивать и казахов, и армян. Ну, это как? Как это можно описать? Это говорит о том, что в этой нацистской схеме главное убивать. Сам факт войны и убийств – это подтверждение вот этого права того, что современная Россия имеет больше прав, чем все остальные. Ну, короче, думаешь об этом? Больные. Ну, дело. Больные просто. Это право по любви. Больные вооруженные психи. Страшно. Вот реально просто страшно, с чем мы имеем дело. И это вы… Мы просто сейчас в самой зарубе, но это вызов не только для нас. Это понятно, что это не просто вызов для вас. Вы, по сути, рассматривались как один из этапов. Кстати, не самый сложный этап, считали они. Не самый сложный. Первый этап, который был необходим. Я абсолютно уверен. Я, в принципе, с первых дней войны об этом говорю. Я абсолютно уверен в том, что математически вторжение в Украину было… И захват Украины был просчитан абсолютно верно. Все прекрасно знали. И, кстати, Вацерман тот же об этом часто говорил в свое время, что… И это действительно так, что без Украины Россия не может быть полуценной империи. Ну, не может быть. Ровно так же, как и Лев Вершинин называл то, что Россию в границах нынешнего – обрубком империи. То есть, это обрубок империи такой вот. И в какой-то степени я с ним тоже согласен, что как империя – это обрубок. Да, для того, чтобы… И Российской империи нужен украинский солдат. Сто процентов. И самая большая трагедия, которая произошла с Путиным и с Российской империей – то, что они не получили украинского солдата. То есть, они его получили с другой стороны линии фронта. Им как бы да, дело. Вот результат этот, он уже виден. Меня больше всего расстраивает, что за эту Кобзду заплатили жизнями десятки тысяч украинских солдат. Я… Дай Бог, чтобы я ошибся с цифрой. Чтобы это были не десятки тысяч, а меньше. Ну, боюсь, что я… К сожалению, да, десятки тысяч – это уже, ну, как бы цифры, которые уже никем не осмариваются. Сколько? Никто не знает. И это правильно, что пока никто не знает. Но я думаю, что после войны, конечно же, у всех по именам необходимо будет. Не просто свой, но и золотыми бумагами писать имя каждого. В историю Украины, да, и в историю Европы и мира. Потому что, еще раз говорю, те люди, которые погибли, причем не только солдаты, но и те гражданские, которые погибли. Потому что они тоже погибли. Я бы даже, наверное, перефразировал. Солдат – это, прежде всего, гражданин. Граждане нашей страны. Это украинцы. Ну, граждане Украины, независимо от национальности и так далее. И профессии. Да, и профессии. То есть, вот все они, в принципе, спасли. И реально спасли Европу. Я уже не говорю про страны. Есть один маркер, который вчера буквально очень показательный, скажу так. Вчера Азербайджан установил КПП, контрольно-пропускной пункт, на границе с Арменией, на Ласчинском коридоре. И таким образом, фактически, соглашение, ночное заявление 2020 года, оно было, оно и так не выполнялось во многих пунктах, но оно было полностью завырвано, потому что там было написано в этом ночном заявлении, что Россия контролирует, Азербайджан обеспечивает безопасность. Мы сказали, да, рушайте, проводите там оружие, боеприпасы в любую силу, поэтому мы ставим КПП. Об этом КПП влачине мы у нас на Камаре, конечно, очень много говорили. И мы всегда говорили об одной вещи, что Россия должна, для того, чтобы эта КПП появилась, Россия должна очень фритично ослаблеться. Это произошло. Ну, видите, в этой войне Армения как государство почему-то рассчитывала на Россию, как союзника, ДКБ и всякое такое. А выяснилось, что на эту страну рассчитывать не надо и искать, я понимаю, что это крайне сложно и проблемно, но искать все равно схему взаимоуважительного или хотя бы без войны существования со своими соседями напрямую. Потому что россияне ничего, я вообще не вижу ничего, что Армения получила от России. Даже вот эти высказывания, что армяне должны заплатить за выборы Пашиняна, там в этом Азербайджана, например, в этом списке стран, на кого они хотят напасть, почему-то нет. Ну, так, просто для понимания. Нет, ну, понятно в данном случае, что почему нет Азербайджана, потому что, ну, во-первых, себе дороже, во-вторых, ну, России реально сейчас очень нужен Азербайджан как для логистики с Ближним Востоком, с новыми торговыми партнерами, потому что Европа-то для России закрылась. То есть Путин заколотил окно в Европу, форточку в Европу. Антипетр Первый. Да, он оказался абсолютно антипетром Петром Первым, то есть то, что он сделал, я люблю это вспоминать, в жизни в своей книге, кстати, «Великая шахматная доска», очень интересная книга, на которой мы, в принципе, выросли. Хотя выросли, что она появилась в 96-м году, 96-м или 97-м году, я сейчас не помню, только уже был достаточно зрелым человеком, на котором мы все читали и читали с карандашом. Ну, там прямо говорят о том, что в интересах Соединенных Штатов выгодно, чтобы Россия не вмешивалась в эти, в европейские дела. И стала, если она и будет империя, пускай будет Азиатская империя, ключевая страна тут. Ну, что бы вы думали? Конечно же, Украина. Конечно же, Украина. Нужно дело, давайте просто проговорим, что все это достигнуто уже, война продолжается, а все это достигнуто, все цели Бзежинского, которого они так не любят, благодаря политике Владимира Путина, потому что Бзежинский, он все-таки, скажем так, теоретик, а Путин практик. И это он сделал, это все сделал он. Ну, и попутно убил десятки тысяч людей с двух сторон. Кроме всего прочего, пан Сбышев был поляком, а поляк, ну, наверное, сегодня уже разве что украинец знает лучше, что такое Российская империя, что такое Российская имперскость. Ну, вот в те времена именно поляк лучше всех знал, что такое Российская имперскость. И уже всех понимал это, потому что даже в Грузии, я уже не говорю про Украину и другие, ну, в Балтии еще понимали, были еще какие-то иллюзии по этому поводу. Иллюзии? Нет? Дело в Украине, это понимали меньше, потому что после создания Советского Союза, тех, кто понимал это, их просто убили голодом в 1933 году. Кроме этого, еще очень важный момент, надо хорошо понимать, что империя, она ведь не этническая империя, и грузины, и украинцы, и все остальные, несмотря на, кстати, на репрессии против целых наций, народов и так далее, да, мы были составной частью империи. Империя пользовалась нашими ресурсами, я уже не говорю про грузы, там, армян, азербайджанцев, казахов, конечно же, тоже, но фундамент, Украина, хлеб и люди, а что еще нужно? Ну, после этого можно добавить сейчас, потом уже во время Советского Союза, нефть в Баку. Да. Я вам ваш концепт докажу на своей судьбе, вот лично на своей. Я вам говорил же когда-то, что в детстве я неплохо говорил по-грузински, потому что мы жили в Лагодехе, возникает вопрос, как это так получилось, что я этнический украинец, чисто породистый потомок великих укров, как так получилось? И как так получилось, что я родился в Казахстане? Ну, вот вам ответ на, ну, вот как это, вот это называется иллюстрация на практике того, что вы сказали. Когда для освоения, а если надо покорение, вот этих земель просто отправляются люди, ну, со всеми вытекающими последствиями. Да. И кубанцы, которые, кубанские казаки, население Кубани, кстати, которое тоже было уничтожено в основном, большей частью своих. Они же, которые сейчас там, из Кубани, наиболее агрессивная часть сторонников русского мира и империи, они тоже потомки заброшенных казаков. Ну, а если взять современную войну, кто тут прославился больше всего, особенно на первом этапе, ну, там, с помощью пиар-технологий, но тем не менее, это были кадыровцы и буряты. То есть, я к тому, что вот всем этим покоренным народом, на заметку, вот возьмем, есть ли противоречия между Украиной и Бурятией какие-то? Или между Чеченой? Я не знаю, возьми у нас любого человека на улице, ты спросишь, ненавидите ли вы Бурятию? Они скажут, нам не нравятся только танкисты, которые приезжают в составе российской армии. Ну, вот и ответ. Так я больше скажу, когда на канале «Утро февраля», прислали вчера, либеральный российский журналист говорит о том, что чеченцы дорого заплатят за войну в Украине, и на чеченцы, и призывая, и типа того чеченцев будут шутка не уничтожать, я, во-первых, думаю, у меня начинают возникать очень большие вопросы, мягко говоря. Прислал, кстати, мне это видео чеченец. Хэнгела, посмотри на этого клоуна, на этого урода. Вот, заметьте, Гела, люди, которые воюют в составе Украины, никто ничего этим народам, этим странам никаких, это, знаете, райдер не выдвигает. Вот. Потому что это ценностная война. Вот я так это вижу. Вот именно. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть люди, которые воюют на стороне Украины, граждане России, русские, российские мусульмане, чеченцы, татары, башкиры, другие буряты, тувинцы, неважно, те, которые воюют на стороне Украины, они никогда не говорят о том, что мы воюем против русских и против русскости. Мы воюем или против там чего. Они воюют за свою страну, они воюют против империи, правильно? А те, которые, те же, та же российская иммиграция, конечно же, не все, но бывают такие высказывания, которые, честно говоря, у которых у меня в области обстановятся, типа того вот, чеченцы виноваты, еще кто-то виноват. Извините, ребята. Гела, я что-то еще сказал. Они, эта категория людей, расстроены в первую очередь, потому что их сажают, они, они сажают. Но суть от этого не меняется. Да, к сожалению, это так. А мы, мы тем временем в ожидании, причем, еще раз говорю, это ожидание я по поводу, у нас остается не так много времени по поводу будущего наступления Украины. Я понимаю, нетерпение, я понимаю, что все хотим как можно быстрее и так далее, но я лично за то, чтобы, пускай будет через два месяца, но пускай это будет хорошо подготовлено настолько, чтобы в итоге был полный окончательный успех. Я думаю, что вы тоже разделяете эту точку зрения. Сто процентов, и более того, ну, еще раз, у нас небесконечный человеческий ресурс, и техника дорогая, и это большие инвестиции. Тут вполне возможно, что вот этот вал новостей по поводу контрнаступления сегодня-завтра, это как раз вот на там же 99 процентов, это вообще информационного шума. Возможно, ну, понятно, что воевать придется, но нужно же смотреть вот самочувствие там на болотах, то есть в Российской Федерации, и создавать условия, прежде всего, чтобы эта страна занялась сама собой, а не нацеливаться, то есть надо нацеливаться на две опции, то есть решать две задачи одновременно. Непосредственное уничтожение российских оккупантов на земле, и создание условий, о чем я сказал, России, чтобы они занялись собой. Ну, и тут торопиться не надо, потому что как только они занимаются собой, то меньше придется воевать, ну, так вот оно устроено. Поэтому, если надо выдержать паузу какую-то, то мы это сделаем, это тоже понятно. Однозначно. Однозначно, ну что ж, во-первых, большое огромное спасибо за очень интересную беседу, ну и самое главное, верим за свои слова Украине. Героям слава, спасибо Гела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!